Рождество На рождественские хоровые ассамблеи съехались коллективы со всего региона. Детские, камерные, академические и сводные хоры. Всего 11 участников. Из них 4 представляют областной центр. К примеру, детский хор «Акварель» из третьей музыкальной школы Белгорода. В подобном мероприятии они участвуют впервые и к своему выступлению отнеслись с особым волнением и ответственностью. Исполнять духовные песни это еще более трепетно, чем простые произведения. И когда видишь, что народу нравится это произведение, тебе на душе становится тепло. Сам зал просто грандиозный, праздничный, замечательный, торжественный. Он уже располагает тому, чтобы петь просто идеально. По-другому не должно быть. И праздник такой замечательный. И столько коллективов собирается. Самые сильные, самые крепкие, самые интересные, самые яркие, самые талантливые. И очень приятно, что мы здесь, на этой сцене. Рождественские хоровые ассамблеи прошли уже в третий раз. Они организованы по поручению губернатора области Евгения Савченко. Их главная задача – возродить хоровое искусство, одно из самых близких русской культуре. Хоровое искусство – это искусство исконно русское. С давних времен русские люди пели и во время работы, и на праздниках, и, конечно же, во время церковных богослужений. Это близко к душе русского человека. И, на мой взгляд, очень важно, что идет возрождение хорового искусства в целом по стране. С каждым годом, как отмечают организаторы, рождественские хоровые ассамблеи привлекают все больше зрителей. И, судя по бурным овациям, уже не просто слушателей, а ценителей хоровой музыки. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.